здравствуйте татьяна викторовна добрый день юрий николаевич я бы хотел прежде чем мы проведем массовый вебинар со всеми слушателями сделать небольшую тренировку которая запишется которая пойдет для предварительного погружения в тему связанную с больно рейтинговой системой контроля успеваемости студентов хорошо и вот этот файл вы уже видели шаблон для заполнения рейтинговых формул да и у вас поверг шок ну нет не то чтобы шок но как чистого гуманитария немножко озадачила могу сразу отметить что почему-то после обсуждений с гуманитариями эта таблица вызывает меньше всего вопросов больше всего вопросов и математику как ни странно гуманитарий надеется что я понимаю тут будем надеяться что вопросы отпадут утешает речь не столько в системе сколько педагогическом замысле какую деятельность как оценивать и что в итоге надо давайте начнем с конца вот этого цифра 100 видите внизу означает что студент может получить максимум 100 баллов за общий ток до за предмет логично и очень хорошо эта цифра 100 баллов ассоциируется и у студентов и у преподавателей с цифрой сто процентов логично и таким образом мы можем рассматривать больно рейтинговую систему не в процентах а в баллах так так называемую накопительную систему они усредненно арифметическую иногда бывает взвешенная средняя арифметическая бутал такая опция тоже есть она опасно получится что он два задания выполнил среднем он отличник остальные не выполнил мы же тоже надо считать это неправильно спасибо хотя можно и сделать так что буду будет считать среднюю арифметическую с учетом вот этих пропущенных заданий давайте пока рассмотрим вот эту схему и так 100 баллов максимум но эти 100 баллов накапливаются по группам как вариант семестр делится на два модуля модуль 1 и модуль 2 каждый модуль состоит из двух месяцев например сентябрь октябрь это первый модуль половина семестра прошла модуль закончился логично и и потом второй модуль как вы думаете зачем это все нет чтобы взять и общем чоком все разместить длинной полоской и потом считать сумму баллов в чем логика на ваш взгляд подсказка может быть такое студент наполовину отличник наполовину двоечник наполовину полный ноль может быть если в среднем посчитать да он набрал там больше чем на тройку но что это за врач который половину знает на отлично половину вообще полный ноль но к такому удалять зубы точно не хочется идти конечно наверное лучше тот врач который хотя бы на тройку знает все что положено хотя бы на тройку поэтому устанавливается условия в этой схеме будь любезен модуль хотя бы на тройку сдай и второе модуль сдай но если ты хотя бы один модуль не освоил и рубежный контроль не прошел то тебя второй модуль не спасает логично и поэтому ставится условие что надо обязательно вот этот рубежный контроль он проводится точнее минуется часто внутри семестровая аттестация она все поняла она предназначена с рубежным контролем да она предназначена для того чтобы оценить как идет учебный процесс не доводя его до семестра бесконтрольно 60 баллов это минимум для допуска к зачету почему 60 а не 50 а идея очень простая если врач или специалист знает предмет на 50 баллов на 50 процентов то чего допускать вообще к сессии хотя бы на троечку то есть больше половины по замыслу этих разработчиков нужно набрать чтобы вообще с ним разговаривать логично очень даже очень даже и студент когда знает что он должен эти баллы набирать он старается почаще поднимать руку выполнять какие-то задания обратим внимание что весь семестр тоже имеет такое распределение вот 42 балла студент максимум может накопить за первые два месяца за вторые два месяца максимум 38 и если сложить 38 максимальных баллов за второй модуль и 42 балла за 1 мы получим 80 баллов минимум 60 максимум 80 а почему здесь нет а это минимальное значение 60 максимальная 80 не показано 80 здесь понимается следующее 80 баллов и более это право на четверку что получить пятерку можно вытянуть билет ответить на вопросы таким образом уже сейчас можно сделать предварительные выводы нужно ли вам вашему заведению или лично вам делить на модули накапливать по месяцам устраивать рубежные контроли внутри семестровой аттестации вы спрашиваете есть тренажер а есть контрольный тест нужно ли ставить баллы за тренажер я я думаю что да и даже написал там вам что за если за контрольное тестирование вы принимаете решение до 5 баллов оценивать то для работы с тренажером 1 2 балла будет хорошо это будет его мотивировать не сразу идти на контрольное тестирование а вначале потренироваться тренажер работает как правило не на время более щадящим режиме а можно вопрос вот здесь такая идея возникла с тренажерами и всякими на тренировочными заданиями есть в некоторых вузах такая система еще бонусных баллов то есть вот 100 баллов да но еще можно как бы до 15 баллов начислять студенту бонусных за активность за какой-то там творческий подход еще за что-то но не сгораемая сумма все равно остается 100 то есть 115 он набрать не может но может получится ситуация когда он допустим по болезни пропустил большую часть занятий но он хорошо занимался активно на этих вот самых тренажерах тренировочные задания выполнял практически все делал и вот ему как раз там 10 баллов например не хватает до получения хорошей оценки преподаватель может ему это засчитать по вот этой системе за участие в конференциях в олимпиадах а это это не занятие это вне занятий в конкурсах а может быть даже спортивных соревнованиях или удачно выступил на конференции вне предмета вот за это преподаватель может часть баллов а в некоторых случаях и даже заведующий кафедрой дополнительно в пределах этих 100 баллов добавлять вот нашем случае до пяти баллов на вот эти вот квн и всякие турниры конференции ну сами знаете отправляется допустим студент по рекомендации вуза на какое-то состязание да и он там хорошо выступает но он пропускает занятия хотя это тоже воспитательная работа может быть научная спортивная поэтому небольшая премия дополнение ему дается это вот первая часть вопроса тут нужно обратить внимание что вот такие виды традиционной деятельности как устный опрос в аудитории собеседование в аудитории а может быть по скайпу они тоже могут оцениваться в этой системе и здесь возникает мы видим тут разный перечень работ все это делится дробится поэтому я просил вас и прошу наших коллег слушателей поделиться опытом если его нет то взять составить табличку со всеми видами деятельности в том числе и абсолютно не связанными с moodle я например еще часто применяю такой поощрительный бонус балл за своевременность вот он уложился представил какое-то задание в нужный срок а другой не уложился тянет чтобы они были мотивированы сдавать все вовремя нужные сроки и очень советую добавлять такие баллы за своевременность обычно это где-то один-два балла пожалуй мы не будем больше отвлекать на внимание наших коллег которые смотрят нашу запись и готов ответить на ваши вопросы которые сейчас у вас еще есть это юрий николаевич кроме благодарности пока вопросов нет надо подумать осмыслить а потом уже накидать вопросы попробовать сделать еще раз пройтись по курсу привязать уже к тому что есть и тогда я думаю вопрос уже появится поэтому я мне мне остается только поблагодарить вас за уделенное время и проведенную консультацию поэтому наверное будем будем осмыслять будем считать что цели наши первые предварительные встречи погружение знакомства с основами больно рейтинговые системы контроля качества успеваемости студентов мы выполнили спасибо большое за внимание спасибо дорогие коллеги за то что вы досмотрели до конца всего вам доброго с вами были юрий николаевич белоножкин и татьяна викторовна телегина до свидания всего доброго доброго субтитра